Всем привет, с вами Прия. В новом дополнении Battle for Azeroth нас ожидает противостояние Орды и Альянса. Довольно заезженная тема, конечно, но все же. И добавится такая интересная вещица, которую называют фронты. Итак, что нам нужно знать насчет этого всего? Это совместный режим для групп из 20 игроков. Можно сказать, это мини-эпохальный рейд. Ну, все-таки чуточку полегче, думаю, с уменьшением тактики и прочего. Как и весь аддон поначалу будет строиться на противостоянии Орды и Альянса, так и эти фронты будут строиться на противостоянии Орды и Альянса. Да. Листаем дальше. Ну, это небольшая отсылка, да, к дополнению. Как будто ее кто-то увидел. Итак, коротко о судьбе восточных королевств. Так то, что Альянс захватил контроль над восточными королевствами и подгород лежит в руинах. Но битва в Нагоре и Арате продолжается. И небольшая такая шуточка, признание английского, можно ее разгадать, скажем так. Undercity лежит в руинах, то есть подгород лежит в руинах. И снизу строчка «Окей, хорошо, больше руин». То есть очень хочется посмотреть, на самом деле, насколько больше этих руин будет в подгороде. Обязательно прилетим сюда в припатче и посмотрим на все это дело. А это уже речь идет о конкретно нашей базе, о конкретно нашем фронте для Альянса. Для Альянса это стромгард, крепость стромгард, в которой можно креститься даже маленько. И что нам нужно будет делать? Нам нужно будет собирать ресурсы и захватывать территорию, чтобы наш фронт развивался. Достаточно простой процесс, немножко схож с гарнизонами. Нам нужно будет модифицировать свою базу. Оружейные, бараки и все вот это дерево построек, оно очень похоже на то дерево построек, которое было в третьем Варкрафте очень давно. Кто играл, вы точно обязательно вспомните насчет этого. Так, далее. Ну мы собираем ресурсы, аналогично строим здания, то есть процесс никак не изменяется. Ну и нам нужно будет не только атаковать армию противника, но и отбивать все эти атаки противника. Нам нужно будет создать армию и мы ее поведем и все это будет выглядеть весьма интересно на самом деле. Ну и еще пару строчек информации касательно этого, так это то, что у разных командиров будут свои разные улучшения отрядов. То, что у командира дворфов будут стрелки, у командира людей рыцари, возможно у командиров других фракций будут свои улучшения отрядов. Ну я думаю о них уже скажут чуточку попозже, тогда когда начнется бета-тестирование, дополнение или что-то типа такого подобного в этом роде. Ну и также весьма приятный бонус, то что будут происходить и случайные события, помимо обычных самых отбитий атак и самого процесса атаки. Это те события на появление каких-то случайных торговцев с определенными материалами. Знаете, маленько похоже на то, что в контенте Легиона сейчас появляется этот странствующий торговец, у которого можно покупать паука за 2 миллиона, всякие игрушки, сумки. Это что-то типа подобного. Мы также можем покупать за какие-то ресурсы или возможно за свое игровое золото какие-то определенные материалы. Допустим, древесина или продовольствие, что-то типа такого. На самом деле весьма интересно и занимательно. Гарнизон версии 2.0 или что-то другое, выношу этот вопрос вам на обсуждение в комментарии. Что вы думаете насчет этого? Я думаю, это просто слава гарнизонам, а, как говорится, соратникам слава. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги. До скорого. Продолжение следует...